Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди заслуги предотечества, нам нужно об отечестве и говорить. Говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере близкой мне, прежде всего, в культуре. И вирус без культуре гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя. И примеров исторических тому масса. Отсутствие нравственности, совести, национальных героев, вернее, они есть, но в культурном обществе их имена лучше не упоминать. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам, приводит к деградации нации. Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооружённым глазом видно, что идёт социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить. В конечном счёте все побивают друг друга, а врага так никто знать и не будет. Вы знаете, такая схема искусства войны в Китае называется «Мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине». Современные войны не ведутся пушками и ракетами, они все в СМИ. Науке, образовании, культуре, медицине, здравоохранении. И никто даже не пытается понять, что это целенаправленная духовная диверсия по расчеловечиванию и разделению людей, и остановить эти процессы. Запрос на духовность и нравственность в обществе есть, поверьте, есть. И я говорю про большую часть гражданского общества. И не видеть это просто преступление перед людьми. Я прошу прощения, может быть, за излишнюю резкость, но это уже просто, это уже крик души, это СОС. Уважаемый Михаил Владимирович, служу Отечеству. Спасибо. 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 Спасибо.